добрый день сегодня 13 06 17 года я сегодня продолжу тему чубой сон так сказать огонь по чубой сумм вот тема уже три передачи я посвятил вот эта передача будет продолжением то есть ну как бы в электроэнергетике я как бы раскрывал деятельность чубой сону давайте также отметим и другие заслуги господина чубы ся о чем господин навальный ничего не смог так и сказать вот на этом пресловутом канале теледуш да вот и там понимаете какая вещь вот дело в том что с воцарением чубы с врау и с вообще в экономике так сказать пошло так растление системы жкх вот но я хочу сказать что никогда не идеализировал застойные времена ужас было парахановцы и зюгановцы эти алферовцы платили людям с рубля одну копейку это было официально это не говорят что люди утопали просто такой системы эксплуатации нигде не было пока дети коммунистов обжирались там русские дети не видели ни фруктов но я думаю не только русские ну тем кто родился там в грузии там может быть больше повезло больше как бы а здесь ну как бы вот была такая ситуация что люди протягивали от зарплаты до зарплаты стояли на остановках по два часа ждали автобуса потом ехали на подножки но сейчас тоже транспорт руководимые неокоммунистами тоже работает ужасно но все же такого садо и габора это надо было видеть а вот не пережить а вот ночью было нормально я могу сказать что более-менее терпимо это то что ну цены на жилье за обслугу во первых учет был на люди со счетами так считали гораздо лучше чем это это кому истинные коммунисты этого чуба с компьютерами вот это как я сравнивал обезьяна с гранатой вот он гораздо лучше дело в том что делать не в только в системе учета дело в том что сумма была незначительна никому не в тягость и это было правильно а давайте подумаем что в условиях сибири если у человека заболел у него нету денег мы что выкинем на улицу но вот гайдар именно так и рассуждал рыночная экономика звероподобие значит вот как он рассуждал как типа как будто мог что-то понимать адепт вот этого коммунистического учения там редактор газеты правда что там как в рыночной экономики где естественно что силу своей природной тупости они кроме к вот знаете вот таких закругленных фраз слабоумных они вот ничего не рождали не гайдар не не чубы и вот значит поперек горло им стала эта система жкх который вы не выселять же человека на улицу чтоб он умер ну чё бы считаю что надо выселять почему откуда он это взял да вот в странных европе обслуживание жилья стоит достаточно существенных денег потому что там нету топлива от а где делаю открытие понимаете для чубы и все а в россии того топлива навалов но международный валютный фонд так сказать главный я думаю спонсор друг или товарищ и брата господина чубы требовал повышение вот тарифов на на вот на вот обслуживание тоже энергоресурсы понимаете ресурсы нужны и они внутри россии поэтому не надо ввести трубопроводы к там дачным хозяйствам не надо ввести газопроводы туда не надо надо вот построить на запад большую трубу и гнать туда все вот это главное и естественно чтобы как бы лучше русскими люди там был и зачем им там какой-то газ вот есть печка вот есть ну вот дрова пока еще вот и вот как в общем система учеба и у гайдара она была примерно такая если мы возьмем законодательство любых стран сам не самый прогрессивный там всегда найдется какой дурацкий малоумный закон потому что ну естественно одни законы лучше другие наиболее так сказать отстойные потому что идеальная работа нигде никогда не бывает вот чем чубы занимался с гайдаром они типа изображали себя ученых и собирали самые дурные законы вот и они увидели что то есть на западе на жилье вот обслуживание жилья стоит дорого значит у нас должно это стоит дорого но знаете я хотел бы обратить внимание вот я уже обращал внимание на разницу что мы поставляем топлива в европа а не наоборот ну я также хотел еще обратить внимание понимаете какой тот самый момент а а как вот насчет западных зарплат ведь вот это плата за жкх тамошние да если его так можно назвать условно да вот этим компаниям да у которых отключение воды это какая-то вообще это несусветное какое-то происшествие там это почти не бывает здесь это все до сих пор и вот как как насчет западный запад почему-то ввести западные зарплаты чубы сюда же в голову не взял то есть что-то умное что-то хорошее что-то позитивное чубы сигайда упора не хотели запада брать ничего а вот что-то дурное что-то какое-то не очень умное которое и на западе бывает да они с удовольствием внедряли даже переплевывали так сказать эту ну система государственного жкх было а ими раздербанено раз уничтожено и были вот созданы эти жилищные управляющие компании куда всех загнали вот говорит вы можете товарищество выбрать свое потом эти товарищество а я знаю где там где-то что-то выбирали так там где-то есть даже позитивные методы но по три года выпрашивали отдайте нам халдеи документы вот один на мой знакомый милайненько выступал по выступал против управляющей компании потом он был избит неизвестными лицами и вскоре умер ну вот он не сообщал что там что только на вывоз мусора вот они договор подписали ну это же понятно что они не будут вывозить его сами там 170 тысяч сверху вот вот ну это вот конечно при такой конечно никаких плат не хватит поэтому все это время все это царствие чуть-чуть у бойся пока продолжается то мы видим непрерывное обнищание упали как бы зарплаты то все 5 доходы все как бы несут тягоды потому что друзья господина чубайся гайдара водят против нас многочисленные препоны гадости и прочее ну не только но и внутри у нас пятая колонна действует ну а в это время жкх живет все лучше все больше и выше рост цен вообще что же положительного вот при таких деньжища которые селевым потоком текут в их карманы что же еще какие-то значит еще платежи на капитальный ремонт еще какую-то глупость там придумать как будто они не должны были отчислять амортизационные расходы и заложить это они они всю прибыль себе класть в карман вот и значит как бы ситуация вот сложилась таким образом что у нас мы имеем одни кругом монополисты мы имеем там вот я смотрю там какой-нибудь карант вот так и там город и в этом районе и этом то есть никакой конкуренции дайте я угадаю кто эти даже без следов и это руководит какая-нибудь жена жена депутата такого-то а какой-нибудь выпил там да или салют какой-нибудь там глупый до руководить женат такого-то депутата от кпрф а здесь от кпсс ники от и вены россия ну вот и вот как бы вот мы видим вот такую систему я хочу не вести критику просто я просто хочу показать потому что это никто не из многочисленных журношлюх не сделал никто из этих депутатов вот это не озвучил а я вот сейчас вот озвучил вот смотрите на число потом может быть это появится как бы слушайте но ведь это же элементарно было все сделать вопреки чубаси вопреки гайдарова вопреки нашим коммунистам но вот есть система система государственная жкх да вот она как-то плохо там работает но пусть она остается мы продолжаем ее совершенствует ну наряду с этим наряду с этим можно было создать новый жилищный кодекс можно было обусловить появление товарищ можно было бы даже управляющих компании обеспечить при том условии что эти как бы люди начали должны что-то уже сделать доброе что-то чтобы ну скажем 70 процентов граждан проголосовали за них за переход в новую форму собственную или остаться старый жкх государственный почему почему старая жкх она должно было бы существовать во первых мы можем фундаментальные разработки ученых тамба фундаментальные да и прикладные что частным опять компаниям не просто это как бы вот частным компаниям можно было товариществом помогать и передавать эти разработки бесплатно при условии что они подпишут что это не подлежит передачи иностранным там всяким церушным там фирма подставными и так далее и так далее вот что это те наработки является государственной собственностью используется внутри страны так как финансировались не частной компании а государственным учреждениям а за шпионаж за сотрудничество с разведками если не повешение то расстрел вот то вот то вот так вот можно было поставить под поскольку делается доброе дело бесплатно передается если человек подлейшим образом как коммунисты передали в свое время продали за гроши значит изобретение наработки королева до величайшая так сказать достижение дата это как и говорится беспощадно должно караться то есть и в то же время к все то же время ведь можно было упростить уж если такие создается новый жилищный кодекс у нас мы живем в эру электроники и что это за управляющей компании которые не могут нельзя не могут создать сайты соответствующие да это государство должно было создать официальные государственные сайты где человека мог одним клиником проголосовать за той или иной форму правления да у хочет он танца собрание не тихую не хочет это его личное дело не никакая собака собака красная с красным носом не может ему указывать да что ему делать он свободный человек не раб вот этих вот люди прости господи вот и вот такая постановка легкая регистрация новых предприятий пожалуйста создавайте более шикарные более лучшие условия чем создала государство чтоб люди добровольно перешли а если вы не создали ничего нового то а только тупо повышаете цены то кому вы нужны и зачем вы нужны я единственное что могу новшество жкх вообще как отключали воду при коммунистов так и отключает и сейчас чем хотят делают не никакой ответственности за это не несут и вот причем я ответственность подразумевал бы в зарплате вот этих управляющих компаний но ни в коем случае перекладывать это на жильцов как это еще любят делать если там оштрафуют они еще перекладывать на жильцов глумятся вообще чубы по полной программе а вот создание вот такой острейшей конкуренции чтобы вот это может быть это не так быстро бы покатилась но это было бы позитивный разумный я вот знаю например случае знаете вот где собрали собрался дом депутатиков и там знаете услуги жкх они чоксу они копейки стоят а и капец для себя они это сделали а для как владимир ильич говорил и ваших надо обманывать то есть вот а вот для ваших это вот совершенно другое условия то есть я даже знаю из бесед с специалистами что вот какая-то там создана такая система что для простых жителей вот вода подается под ним труба а для депутатов для каких-то вот таких совершенно по другим и у них перерывов с этой водой не бывает вот вот так какие чудные какая-то там вот вот такая хитрая система она как бы вот ну вот как бы он мне изложил я уж не знаю как они там ухитрились вот это подлость иначе не могу назвать сделать но тем не менее вот в этих условиях мы бы создали острейшую конкуренцию в сфере жкх как и между государственным предприятием которое должно было бы руководиться все лучше и лучше на фоне острые борьбы так и новых все новых предприятий которые бы конкурировали с государством предлагали бы жителя более новые условия да и где голосование каждого было бы видно то есть мгновенно зашел на сайт и видишь какое решение принял дом причем но у нас всегда чубы сети же придумать зацепку персональные данные мы не можем мы тебе не дадим перс ты занимаешься системы жкх решать свою судьбу но персональные данные мы дети никаких данных не дадим ты это при пойди там пособираем может на какой-то сумасшедшего наткнешься там он на хамит тебе там и вот в этих ситуациях но те кто не пожелал бы там светить свою фамилию на этих сайтах ну можно всегда было сделать зашифрованные какие-то данные условное имя или условный номер да как угодно нету никаких как бы препятствий но было видно бы что номер такой-то 67 владеет так какой-то площадью проголосовал за то то вот и все то есть нету никакой каких-либких проблем вот я хочу сказать и вот суммирую так еще из предыдущих бесед что мы эпохи чубы обязаны танцам появление рэкета которому у нас не было появление спида генномодифицированный так сказать продукт сша до генной инженерия появилась да вот он новая система жкх которая привела к обраблению единственным достижением которых являлось следующее действие если раньше наши жители отключали воду себе я вот нововведение только в этом убедил бесплатно то теперь они какие-то должны бешеные бабки платить этой управлять только за то что его их величество раньше старше по дому просто спускался и открывал там ну можно было ввести какое-то небольшое вознаграждение для него лично в обход управляющей компании что он он же открывает они где они же вот и все к тому же жители самые лучшие охранители как бы собственности хоть бы житель там спустился вместе посмотрел бы чё там что там творится не украли там все трубы и не доведено ли там все до какой взрыва так сказать вот это только плюсы потому что своей собственности никто вредить не будет вот и вот в этой ситуации так было это все действовал не было никаких трудностей ну вот то действие только одно что за воздух теперь вы или семьё сеньором помидором благодаря тому что вы покидали свои талончики русские вы не хотели не думать ничего вот где у нас генерал далее а вот портсекретарь и коммунист у пьяница давай за коммуниста да вот что у вас там в преднестровье убивали пачками а этот человек как бы это прекратил а вот час вот ну все потом конечно были умны очень любить дурак лепи сколько я слышал это морда дегенератская коммунист а он нас предал да он был всегда против вас как а мы все были про мы вас ненавидели гада а вдруг мы оказались вашими предателями да как же можно предать как кого-то считаешь врагом земли русской и значит вот у это дебильность как коммунистической не вот они ты что-то припишут человеку что когда что он вроде как никогда не был зазюганов и не собирались вроде никто не собирал ни при каких обстоятельствах и никогда вот и вот в этой этой ситуации то ну вот мы покидали эти так сказать суммарно вот эти по покиданные талончики мы вот имеем сегодня экономику благодаря тому что гайдар кудрин вот чубы с они привязывали экономику так сказать запад западный почему вот кто-нибудь задавался вопрос как это они вот так сделали что кризис случился на западе в сша мэдов так 50 миллиардов стащил там рынок фондовых ценных бумаг а это небе а кризису у нас перетек плавно к нам как это на нас все это переложили как как за океаном там чур творится у на дело-то в том ты что и вот эти умники вот эти вот кудрины они покупали цены вот эти ценные американские бумаги поэтому срочно из бюджета понадобилось 5 триллионов долларов гигантская сумма рублей чтобы они там пошли на бирже поиграли там выигры по вкладывали вот эти наши банки потому что за два божья ничем не занимается все эти горит и заводов не стоит фабрик не стоит сельское хозяйство не двигаю науки ничего как бы ну мы только знаем что как хорошо там только из слов господину чубысь но какого-то выражение форме товара форме того чтобы мы видели что иностранцы приезжали бы закупали бы вот всю нашу продукцию какую-то ну нет этого нет к сожалению и есть куда господин чубысь не добрался он по валютные поступления у нас есть свои на промышленного код комплекса если не считать нефтянку вот откуда традиционно мы все черпаем как вот из какого-то знаете колодца бездонного да в надежде что он никогда не кончится наивные надежды кстати вот и вот ну на сегодня мы имеем ситуацию что вот на пожалуй еще не сделаю вывод еще надо еще же из заслуги господина чубысь но вот если начиная эпоху чудеса начиная эпоху горбачок ну что русским людям позволили это открывать киоски ну какой-то знаете малый бизнес действительно товаров не было что-то появилось это было тогда очень большим достижением вся эпоха чубы со и последствий там кудрина она заглавился борьба с этим мелким бизнесом то есть вот у нас сколько на центральном рынке снесли они уничтожили торговых точек каждая торговая точка но я думаю и 5-6 пенсионеров корни потом у нас маленький пенсии на говорит рассказывает куды так ты же сам это злодейство и творил вот пожалуйста у нас на главном вокзале широчайшая площадь стояла море киоска было очень удобно ты едешь дорогу ты там же покупаешь по каким-то дешевым цену ну все снесли там сейчас голый асфальт уродливая площадь ничего там нет ну вот навредили русским как пациентные власти красноармейский значит провели вот эту работу и сейчас и сейчас уже власти заявлять что это малый бездны что-то там уже редкие киоски они конечно не могут ничего там закупить в каких-то не единичные остались против гигантских супермаркетов которые открывают жены наших комиссаров наших коммунистов типа господин мазка мазка кого у нас было в единой россии а господин вороненков который упер 270 миллионов долларов в это в кпр вот вот это очень хороший отпечаток фотография нашей политической системы вот этой системы которые создавали чубой скудры грех там ну и вот другие хорошие на мой взгляд в кавычках товарищи понимаете ну вот ну и сегодня мы имеем связи с этим что падение покупательная способность упала дело в том что екатерина вторая говорила что крым это жемчужина моей короне но для коммунистов вот приход такой территории колоссальный где единственный где растут пальмы для них это горе понимаете потому что ну я предложил штангу что включить народные ресурсы народные массы строительства потому что позорище что не бандеровцы там не коммунисты ничего не построили со времен с со времен и екатерины до со времен петра великого чуть-чуть что там построена тут там есть побережье практически пустынная побережье волшебного моря теплого прекрасного но у коммунистов это был бы поток валюты но понимаете вот эти люди я думаю прибежали путин искать не надо поэтому не надо никаких родовых имений я это специальная у меня передача можете посмотреть мы лучше будем строить так дорогущие отели а потом заломим такие цены что жители поедут мимо этих отелей в турцию что собственно говоря и происходит вот она лицо чубы со обратно его выступает вообще что крым надо вот взять да и передать бандерлянде а этих как крепостных крестьян и даже и не спрашивать мало ли чё там они какой-то референдум затея а вот чубы с и решили помещики чубы с и решили иначе у продать чтобы ему какой-нибудь у кредит получить вот вот вся политика ну как бы вот на сегодня все